Хотел немного рассказать об этой девочке, пока мы ее, к сожалению, не отдаем. Не знаю, к сожалению, для нас или для нее, потому что, мне кажется, у нас ей было хорошо. Значит, почему мы ее отдаем? Она после жизни в вольере, я так понимаю, продолжительное время она там жила, она произвольно лает, бывает по ночам, бывает по дням. Вот по ночам неудобно, потому что мешает очень спать. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот, в принципе, для нас лично это единственная проблема. Вторая проблема для тех, кто, если бы кто-то захотел забрать ее в квартиру, в том, что она все время ходит дома в туалет. То есть после вольера, она знает, что в вольере бесконечно ходила в туалет. То есть не то, чтобы она ходит там через 8 часов, то есть не то, что раз в 8 часов она ходит, потому что и не выгуливают. Нет, она ходит просто потому, что она делает метки. Там раз в час она делает метку стандартно. И даже на улице, когда она выходит, она тоже делает метки. Вот прошла 10 метров, присела, опять прошла, присела. То есть она такая, ну скажем, вольерная жизнь сделала из нее не квартирную собаку. Поэтому если кто-то готов подарить ей дом, то я думаю, что самый лучший вариант это будет частный сектор. И именно в вольере проживание, потому что она к нему привыкла. И в доме для нее, даже не для нее, для вас будет дискомфорт, если вы будете проживать с ней в доме. А вот в вольере она будет там жить, вы ее будете подкармливать, она будет лаять, если ей это будет хотеться. Вот, поэтому я думаю, такая жизнь, ну как бы, в которой она была последнее время, уже стала для нее привычной. Присматривайтесь к ней, может кому-то нужна была собачка в частный сектор, она еще вполне себе живенькая. Мы ей фухтики подстригли. Я не думаю, что это будет сильно заметно, потому что они у нее были такие длинные, что кровеносный сосуд подошел очень близко к концу когти. Вот, поэтому подстрили немножечко, но хотя бы она уже не цокает по полу, как было это раньше. Вот, и немножко ее повычесывали. На замену этой собачке мы берем другую, берем щеночка. Поэтому скоро все увидите сами, а эту идем отдавать. Доброго дня, это у нас Дина. Дина вырятована цюценя від жорстокого поводжения. До нас звернулись люди за допомогою, чтобы мы ее вылучили. Это был человек-наркоман, который просто вывел. Есть подтверждение в видео этого. Мы приехали, забрали, просто вкрали, так как она была на самовигуле. Она сама выходила, гуляла, а потом годинами могла сидеть под квартирой, ждать господаря. Вот такая история. И сейчас она также в поисках семьи. Она достаточно добра, лагерная девочка. Сейчас она немного нервует, потому что она приехала в незнакомое до нее место. Да, Диночка? А, в целом, она очень добра собака. Поэтому, кому нужно такое ушатое чудо, запрошуемо. Мы вышли с двумя девочками на улицу, и они уже более-менее близко познакомились. Но, хотя еще друг с другом так в тесном контакте не состоят, так скажем, просто ходят пока рядом. Но, тем не менее, по крайней мере, новенькая наша Дина, она ходит на улице в туалет. И, может быть, Фрея научится у нее тоже ходить на улице в туалет. Она об этом не знает, а тут посмотрит пример живой и узнает, что так можно тоже делать. Кстати, Дина молодец. Она терпела, терпела и дома ни разу не сходила. Поэтому, тут ей большой плюс. А так, вообще, Дина похожа на леди во всех планах. Ну, хотя бы в терпеливости. Ну, конечно, Дина более игривая, заметно. Сразу, что она такая живенькая, прыгает, бегает, все интересно. А леди такая, больше ходит, что вынюхивает. Ну, тоже не ничего. По крайней мере, хотя бы туалет знает на улице. Такие у нас девочки. Новенькая Дина, еще раз повторю, и Фрея. Значит, хочу по поводу Фреи рассказать. Кто знает по роду хаски и их характер? Я думаю, что можно сказать, что она на 90% хаски. Так как она и корм берет нежненько, так и кушает медленно. И любит попеть немножечко дома. И иногда гавкнет. Ну, по крайней мере, со щеночками, когда играет, она гавкает. Так-то дома сама она вроде такого ничего не делала. Вот, поэтому, если кому нравятся хаски, но вот, к сожалению, она не чистая кровная хаски получилась у мамочки с кем-то, с негодяем. Вот, ну, тоже, тем не менее, она красивая, очень приятная шерсть. Под шерсток у нее не такой густой, как у хаски, немного жидковат. Но остевой волос достаточно мягкий. Такой же, вот, как у хаски. Он приятный очень на ощупь. И почти не пачкается. Ну, или грязь как-то сама с него слетает. Я не знаю, на москолько гуляем. А она абсолютно не грязная. Поэтому, можно сказать, что почти хаски. Хочу рассказать про Дину. По крайней мере, то, что мы успели узнать о ней за вечер. Потому что она у нас буквально вот вчера вечером или днем приехала. И сегодня мы еще с ней только знакомимся. Она очень активная. Вот, просто очень активная. Вот. Точно не для людей, которые не ведут активный образ жизни, которым нравятся размеренные прогулки. Вот Дина не для них. Вот. Значит, она сейчас такая, так скажем, матовая. Видите, она не блестит. Она просто такая, ну, скажем так, надо покупать ее. Мы ее покупаем и попозже снимем видео. Может быть, будет заметно на камеру, даже как она изменилась в расцветке своей, в красоте. Вот она такая, приглушенный цвет, пыльный. Потому что только из вольера приехала. Вот. Значит, по поводу варианта и для дома, и для квартиры она бы подошла. Потому что она терпит в любом случае, насколько я вижу, в туалет. Не шумная. Она никаких звуков не издавала, пока была у нас одна. Она там была некоторое время отделенная, пока мы со своими занимались. Она себе сидела спокойненько, тихонечко. Вообще никаких, ничего не слышно было от нее. Но ей нужна активная жизнь, конечно. Ей нужно побегать, попрыгать, позаниматься. Такая она очень шустрая. Поэтому я смогу чуть больше о ней рассказать попозже, когда мы с ней поближе познакомимся. Но пока я вижу, что она отличный вариант. Может быть, у кого есть дети лет 12-15. То есть она бы тоже подошла. И ребенок бы с ней очень хорошо бы и занимался, и был бы хорошим другом для ребенка. Она, возможно, станет спокойнее со временем, потому что в данный момент у нее такой голод по активности. Потому что она была в вольере, а тут она на свободу вырвалась, можно сказать. Поэтому мы с ней еще погуляем просто по городу, на площадочке, познакомимся поближе. Я думаю, что она чуть подуспокоится немножечко. Но, скорее всего, такой же активной она останется, ну, как бы, более активной, чем наша Фрея. Фрея, пойдем. Пойдем, давай, малышки. Идем. Тоже Хацки. Постоит, подумает, надо ей идти или не надо. Томик спит. И у него торчит язычок. Сейчас я за этот язычок потяну. Не дался. Вот, сегодня забрал с почты посылку, которую мне отправили люди из организации УРСА. Те, которые завезли мне пару собачек недавно. Вот, хочу показать, что они прислали. Значит, тут вот есть много корма Роял Канин. Для Йорков. В общем-то, не важно, потому что это все маркетинг. Там для Йорков, он или для Чихуа, или для шпицов. Не важно, в общем. Корм Роял. Написано, что не для продажи. Гуманитарная допомога. Вот. Вот только корма. Причем, весь одинаковый. Ну, не претензия, просто наблюдение. Интересно, почему Йорки? Почему они другие какие-то собачки? Так, вот столько. Корм. Корм. Инспектор. Сразу смотрит. Еще корм. Еще корм. Это не для вас, собачки. Вы не Йорки. Еще Йорки. И вот еще. Вот Йорки, и вот Йорки. Все это Йорки. У меня этого всего нет. Йорков нету. К сожалению, не смогу кормить своих собак таким кормом. Там лили ходит под кири. Вот. И такие штуки, я, кстати, такие никогда не видел, не открывал. Сейчас посмотрим. Сейчас я открою. Это типа вкусняшки. Биоорганические какие-то вкусняшки. Сейчас я открою. Заодно дам нашим тестерам. Сложно открывается. Сейчас подождите. Такие штучки. Они мягкие. Такие как... Как что? Как палочки какие-то очень мягкие. Да. Кузненькая штучка. Что-то так играть. А мы теперь другую попробуем. Осторожно. Вот так. Вот, молодец. Федь. Скажи. Скажи. Вот так. Молодец. Да. Маленько. А ну, Томик, почишь такую штучку? Ням-ня-ня, пусть такая штучка. А вы, почишь? Тебе, Элвик. И тебе. Косинка. Разве ты. И... Тинник не получила. Тинник. Тинник, смотри какая штучка твоя. Все. Дал ей тоже. Все. Какие умнички. А ну, сейчас покажу, Кири поймает или не поймает. Молодец. Поймал. Умничка. О, вкусная штучка. Лилюша там же ждет. Так, ладно, все. Это как вкусняшка. Это же не пон, поэтому отложим. И там еще остались палочки для зубов. Ну, я не буду открывать коробку. Просто в коробке скажу, что там зубные палочки для очистки зубов. Вот такие вот у нас малыши. Это Дина. Мы ее покупали и теперь будем знакомить с нашими всеми остальными жителями. Правда сейчас ночь и они все спят. Кто-то спит, а кто-то играет в мячик. Но посмотрим, она очень активная. Я даже не представляю, будет ли она прыгать по кроватям, по голове. Даже Хаски уснула почти. Помнили? Это у нее стул, под которым она прячется от всех неудач и всего, что может по ней попасть. Она думает, что ей здесь угрожает какая-то опасность и иногда под него прячется. Даже если я приношу ей еду и оставлю ее под стул, она там лежит и кушает. Хоть она, конечно, и на спине лежит, но во-первых, после теплой батареи. Не уверен, что для Хаски теплая батарея это лучший выбор. Тем более дома нормальная температура. Но тем не менее, что вроде как и доверяет, но все равно прячется под стулом. Может привычка у нее такая, я не знаю. В общем, все. Ставим, смотрим. А вот это, кстати, у нас решеточка стоит. Это я решеточка, которую мы получили из манежа. Просто сделала заграждение, чтобы щенки не бегали в коридор. Поэтому очень удобное пока такое применение. Пол помытый, мокрый, поэтому он. Ну что, знакомьтесь. Это Дина. Это... Господи, что вылезло из головы. Фрея. Давайте. Фрея, честно говоря, мне не нравится, как она играет с маленькими, потому что она постоянно их за шею кусает. Она их догоняет и грузет за шею. Ну, такая у нее манера игры. А малые пищатые убегают. Я очень надеюсь, что Дина составит ее компанию в ее стиле игры. И она сможет... Ну, поиграть уже по-взрослому, что ли. С соперником сопоставимым своему размеру. Пока вообще никак. Я не вижу какого-то интереса у других к ее персоне. Купили мячик, если есть, то ей ничего особо не надо. Забрали мячик. Что делается? Что такое? Мячик забрали. Лилюша! Лилюшенька! Она... Для интересующихся... Повторюсь, что она не отдается, потому что это наша собачка. И прикус у нее действительно неправильный. Это перекус называется. Но, тем не менее, от этого она не хуже. Это ее и дюминка. И причем у мелких собачек такое встречается. Ну, может быть, достаточно часто. Просто из-за размеров черепа челюсть иногда выпирает. Поэтому ничего страшного в этом нет. Такая особенность. Многие люди, кстати, покупают даже бульдогов, в том числе английский бульдог, за деньги. Даже, может, за немаленькие. А у них в породе, в стандарте, как раз вот этот перекус и есть. Тобственно, когда нижняя челюсть выпирает. Поэтому не вижу в этом какой-то проблемы большой. Нэнсичка лежит, сидит. Спит Элвис. Устал сегодня. Они только недавно бегали друг за другом. И хаски, и все хаски. Щенки по комнате гоняли. Поэтому они уже подустали немножко. Сейчас она все ходит обнюхивает, что где. Твикс. Мы их еще не вымыли. Они сейчас в своей коробочке лежат. Они немножко выглядят грязненько. Мы их обычно протираем мокрыми салфеточками. Наш пряничек. С ним уже все хорошо. Для тех, кто не знает, почему я так говорю. Потому что с ним было немного не в порядке. Примерно как у панды. То есть он мало ел, слабо ел. Но мы его не кормили через он. Почти, может, пару раз всего. Но мы делали ему уколы. Делали глюкозу. Уколы. В рот давали глюкозу. Перед едой. И также делали уколы. Это тресоль называется препарат. Это просто набор соли. Как для поддержания организма. Когда он, скажем так, в плохом состоянии. Или он подлечился. Все стало хорошо. И сейчас кушает. Вообще наедается. И пузо как барабан. Скоро ему тоже кушать. Видите, ищет еду. Так что сейчас снимем и покормим всех. Вы можете уже присматриваться к этим щеночкам. К трем. Мордочка у них будет короткая. Я думаю, что как у боксера. Ну, плюс-минус. То есть такого плана короткая, имею в виду. Пока что мы их кормим. Потом будет еще глистогонка. Потом будут прививки. Но в целом малыши хорошенькие. Можете смотреть. И вот наша Тесса. С ней вообще никаких проблем. Все кушает. И растет. Как видите, уже большая кобылка выросла. Самая большая из их щеночка. Да, и глазки у всех уже открылись. Она даже смотрит. Скоро им когтики подстригать. Видите, они так чуть-чуть закручиваются. На кончика беленькие. Поэтому подстрижу. Тоже их кушать хочет. Вот. Все. Ну, она очень к человеку тянется, честно говоря. Мы когда с ней познакомились, ее немножечко погладил. И она уже все твоя навеки. Все. Ну, иди и кай. Милые собачки здесь. Ошейничек, кстати. Надо снять. О, Томик. Проснулся. Томик, конечно, бандит. Самый, наверное, бандитский из всех малых. Он стены уже выгрызли. Он прямо в яму лег. Сейчас покажу. Вот. Догрызли до кирпича. И дальше продолжают в кровати грызть. Я бы, может, себе бы его оставил, если бы у меня не было своих собак. И мне было бы интересно его воспитать. Вот. Он маленький, он тянется ко мне. Ему нравится. Вот. Бывает, как я сижу. И... Значит, я сижу. А он, бывает, ляжет в нем ноги. Лежит рядом. То есть он, как бы, за мной ходит постоянно. Знакомство проходит по плану. Лили бывает иногда так, когда, ну, кто-то новый проявляет к ней внимание, она отклацывается от этого, от этого новенького. То есть не дает ему себя понюхать нормальное. Все время на него, как бы, нападает. Такую ответочку делает. Леди в шоке от коллектива. Отворачивается, конечно, от ближайших собачек. Ей, честно говоря, не сильно нравится соседство с животными другими, но она терпит. То есть она не играет, никак не общается. Просто терпит, если кто-то рядом проходит, там, смотрит на нее. Но ей это в целом не сильно приятно. Так вот, я к чему. Они похожи. Если бы я не знал, что леди стерилизованная, что она не рожала в ближайшее время, можно было бы подумать, что Дина это ее какая-нибудь дочь, недавняя. Поэтому просто решили показать вам такой восходство собак. Ну, леди Витя, она немножко сейчас грустненькая, назовем таким словом. По ушкам, судя, вот она так. Не очень рада вот этому всему. А этой все равно, она хорошая. Леди у нас живет отдельно в кухне. Там у нее есть пару мест, где она спит. Есть на кресле место. Под столом бывает ночует. Ну, где ее удобно, там и ложится. То есть мы ее никак не ограничиваем вместе, кроме того, что ограничиваем ее от собачек других. Гуляет она хорошо. Ну, гуляем вместе всех на улице, ей все равно, что там кто-то с ней гуляет. А вот дома она не любит, чтобы к ней на диван залезли или к ней под стол. То есть такое дело. Она порыкивает еще иногда на тех, кто пытается к ней познакомиться. Может даже, кстати, гавкнуть. Ну, не бросьте, Леди. Не возмущайся, не волнуйся. Она нашу Фрейю не сильно долюбливает. Она на нее даже издалека рассчитывает. Если видит в коридоре ее, то она уже сразу заранее начинает рычать. Может, у нее какие-то истории были нехорошие, связанные с Хаски или с похожими собачками. Поэтому она так относится к ней. Ну, мы их никак не соединяем. О, это Томми уже. Томми вообще такой, знаете, как душа компании. Вот ему ко всем надо иметь дело. Ко всем пристать, ко всех куснуть. Сейчас он разберется. Кстати, я недавно заметил у Томми на голове. Сейчас я покажу. Я не знаю, у нас такого не было. Просто вот такая, как Вавка. Ведь Вавка уже заживает. То есть, я не знаю, откуда она взялась. Может, ее кто-то куснул. Может, он сам что-то стукнулся. Но просто корочка уже затягивается. Я даже не видел, чтобы у него там что-то было на голове. Это я сегодня смотрю так на просвет. Она видна просто. Ну, как бы белая такая пятнышко. Ну, вот. Я удивился еще, посмотрел, что там что-то есть. Сейчас он всем наведет в порядок. Я Леди уберу отсюда, потому что ей это все не нравится. Она не чувствует себя счастливой. В ошейнике она, кстати, потому что погуляла недавно. Я просто не снял его. Ну, в принципе, сейчас могу ее снять. Это не тут, чтобы вы не думали, что она ходит круглосуточно на ошейнике. И я не помню, показывал я ее шов или нет для всех. А давайте я покажу сразу шов и унесу ее, чтобы к этому вопросу уже не возвращаться. Это для того, чтобы сравнить шов, который делает Геннадий Николаевич, и который мы сделали в этой клинике. Ну, тихонько. Вот его, вот он. Практически его и нет. Такая маленькая пятнышко. Вот. И Лилюша тут тоже зажирает маленького. Так вот, что я хотел сказать. У Элвиса и у остальных этих малых уже значительно лучше стало в плане социализации. Они с вами подходят. Как видите, дают гладиться. И даже иногда сами подходят специально, чтобы их погладили. Но, честно говоря, не всегда это работает. Иногда какой-то у них такой период бывает, что я пытаюсь погладить, а он убегает. Поэтому тут как повезет. А Томми всегда, ему надо везде быть рядом, ему с человеком, чтобы погладили, он всегда рад. Даже ходит иногда, если мы выпускаем, то на кухню ходят, и там рядом ляжет, где-то лежит, пока мы готовим. Но по поводу Томика мы предупредили хозяйку будущую, которая пожелала его забрать, о том, что он такой задира и очень активный, и что нужно будет ему заниматься, чтобы в будущем, в подростковом возрасте, чтобы он не создал им проблем. Ну, в плане непослушания какого-то, проявления своих лидерских качеств. Боятся подойти, он может скалиться за хвост, конечно. Они мне, кстати, диван подрали, пока тут снимают, вот, вот они отодрали, подгрызли, вот они подгрызли уголок, вот тут они лапки, когтики свои точат. Какие вредители маленькие. Будьте водичку? Сейчас я вам налью. Томик ее радостно. Радостно разорвет лапками своими, наверное. В общем, такое вот у нас знакомство получилось. В данный момент они, конечно, тот такой один Томми показывает нам какую-то игру интересную. Но я надеюсь, что она привыкнет ко всем малым. И будет играться все вместе. Кстати, мы ее, вот это я говорил на прогулке, что покупаем. Потому что она была матовая, ну, такая шерсть была, блеклая. Вот, но сейчас она уже стала блестящая, красивая. Поэтому выгуляем, когда будет солнышко, еще с ним дополнительно об этом. Че, Томик? Он знает, что Антоник. Переселяем малышей в новый дом, поближе к нам. Постелили им в клеточке. И панда пыталась забрать только что этот мячик. Я думал, что успею снять этот процесс. Но пока не успел. Вот, мы их покупали. Чистенькие, красивенькие. Антоник радуется тут. А вот и панда. Мячик, ближе сюда. И вот сестричка их идет к ним. Итак, настал день, наконец-то, когда есть электричество. Потому что нас отключали его последний раз почти на сутки. И дали на 2 часа ночи. Поэтому я уже не снимал ночь, потому что спал. И хотел сделать под конец видео небольшой отчет о тратах за последние 2 месяца. Потому что это такие достаточно растянутые траты во времени получились. И я думаю, что за 2 месяца это неплохой срок для подведения итогов. Значит, в прошлом видео я сказал, что потратил на вакцины 1500 гривен. Хотя я вспомнил, что я потратил 1300 гривен. И 200 гривен я потратил на пребиотик. Ну, сейчас я его возьму, покажу. Вот, иммунобактерин. Это то, что нам посоветовали купить в ветеринар, когда у маленьких щенков было расстройство. То есть, когда у них был жидкий стул, то есть, сказали купить. Но мы тогда еще в ветеринарке купили маленькие упаковочки, давали им. У них все наладилось. Эта большая осталась целая, и мы ее не открывали. Вот это стоит 10 гривен штучка. Поэтому я сказал 1500, а по факту 1300. Ну, то есть, небольшая разница, но все-таки, тем не менее, хотел уточнить этот момент. Тут вы видите кучу пеленок. Это мой последний самый заказ, самый новый. Вот я одну пачку открыл уже, сейчас я начинаю пользоваться. Пеленки мне нравятся. Они достаточно толстые. Вот. Тут голубенький зад. А тут такая плотненькая текстура вот этого всего. И ваты много, поэтому очень хорошо впитывают. Мне нравятся. Значит, по стоимости, это пеленки, по стоимости, вот эта вся куча пеленок мне обошлась в 2200 гривен. Все это я заказывал на OLX. И я думаю, что при монтаже я сейчас добавлю все траты, которые я делал на OLX за последние два месяца, которые я покупал там. Там корм за 1000 гривен я покупал. Там же я покупал пеленок. Я, кстати, посмотрел и немножко так ужаснулся о том, что я купил пеленок на 4700 гривен за последние два месяца. Это какая-то гигантская сумма на пеленки. Но уходят они, конечно, с космической скоростью при там 12-14 собаках, которые все ходят на пеленку, а то и мимо. Вот, значит, в чем плюс этих пеленок, которые я купил? Во-первых, ну, то, что они стоят 2200, это я уже так от сердца отрывал, скажем так, эти деньги на самом деле, потому что их и так не всегда хватает. Но, тем не менее. Значит, плюс в том, что... Сейчас я где-то найду, потерял. Вот, мне прислали часть 60 на 90, а часть 180 на 80. Это вообще огромная, как на всю кровать пеленка одна. И вот мне таких половину прислали огромных, и половину прислали обычных 60 на 90. Плюс, получается, мне одна огромная пеленка обошлась примерно в 8 гривен. Хотя они обычно стоят от 10, не меньше, а то и больше. То есть, можно сказать, что купив вот эту всю гору, я немного сэкономил тем, что я купил огромные пеленки по сниженной цене. Стараюсь до последнего тянуть, эти пеленочки не тратить, но... Ну, как получается. То есть, я обычно их меняю, наверное, раза 3 за день по 2 штуки. То есть, 6 пеленок в день в среднем у меня уходит. Так, значит, что еще хотел сказать? А, по поводу еще трат. Корм, который я покупал, я сейчас подсмотрю в телефон немножко, потому что я все не запоминаю, не могу столько запомнить информации. Корм за последнее время я покупал, тот, который вы видели, 2 пачки по 15 килограмм, они обошлись мне в 4300 гривен примерно за 2 пачки. Потом, и еще чуть раньше я покупал 4 пачки хомфуда по 10 килограмм, то есть 40 килограмм корма, и они мне обошлись примерно в... Так, 1700, 1700, 2700, 2400 и 3... Нет, что-то не то сказал, не 2400, извините. 3200 и 3, о, 6200. То есть, в целом я за 2 месяца потратил 4... 4, 6, 10... Плюс вакцинация, плюс поездка к ветеринару. Ой, ну, знаете, я сейчас очень из головы скажу, очень примерно плюс-минус, но в среднем 1013, наверное, я потратил. То есть, только 10 из них ушло на пеленки и корм, а то и больше, чем 10, я сейчас могу все не учесть. И плюс остальных, да, да, больше, чем 10, там еще тысяча на корм было. В общем, 1013-15 плюс-минус я потратил на всех этих милашек, на вот этих вот пупсиков за 2 месяца. Ну, конечно же, корм, который я покупаю, я еще даю ей Люлю. Люлю, корм. Корминки. Она знает слово корминки, поэтому она уже готова. Лили. Лежать. Курчись. Такая умничка. Вот, значит, я кормлю и Лили, и Кири кормлю этим кормом тоже. Ну, в принципе, у них с пищеварением никаких проблем нету. И малых тоже кормлю всех. Поэтому, ну, корм можно сказать, как бы общий, но, тем не менее, он достаточно недешевый. А совсем дешевый корм я покупать не хочу. Я знаю, есть корма и по 400 гривен за 10 килограмм. Эй! Но, так как я снимаю это видео, ну, сейчас, как бы, в самый последний момент, поэтому я у вас спрошу. Щенки кушали Роял Канин Стартер. 8. Все 8 щенков кушали Роял Канин Стартер. Все, хватит, хватит. Не рычи, рюшу. Все 8 щенков кушали Роял Канин Стартер. И со временем, примерно через неделю, у всех щенков, практически у всех, стал, мне не нравится, как выглядит стул. Извините за подробности. Вот. И в конце, у каждого щенка, почти в конце, немного было слизи с кровью. То есть, кровь была немножечко и именно в самом конце. То есть, она никогда не была в начале. Некоторые сходили просто слизью. То есть, такой, с кровью. Мне это не нравилось. Я поменял корм на тот, который вы увидели, который я купил. По составу, к сожалению, он практически соответствует Роялу, который я кормил до этого. Но я думал, раз другой производитель, может что-то поменяется. Сначала вроде стало лучше, но мы вернулись к тому же самому. Что стул вернулся чуть-чуть крови. Бывает, и слизь состоит, бывает в конце слизь. То есть, со стулом проблема. Не у всех, но у большинства. Поэтому вопрос. То есть, всех я кормлю одним и тем же кормом. У кого-то нормально, но у большинства не очень. Может кто-то сталкивался с таким. Посоветуете ли вы мне снова поменять корм? Есть ли в этом смысл? Я рассматривал вариант того, чтобы кормить их домашней едой, назовем так. Не сбалансированной натуралкой, конечно, с перепелинами, яйцами, с овощами, фруктами. Но, тем не менее, уйти со своего корма. Сухого корма. Есть ли в этом смысл? Поможет ли мне это? Просто потом вернуться на сухой корм будет сложно, если я начну кормить такой пищей домашней. Потому что собакам это будет уже не так вкусно. Может быть у кого-то есть какие-то мнения, подсказки? Подскажите, пожалуйста. Я очень хочу об этом услышать от вас. У ветеринара я спросил, сказал, что надо наблюдать. Ничего конкретного, к сожалению, не подсказало. Вот прям сделай вот так и все подчинится. А напоследок взял Мари, просто поделиться информацией, наблюдением, так скажем. Она перецветает из черного цвета. Она становится чуть светлее. В серебристый цвет уходит. Она будет примерно как тот парень на рынке, который был у меня в предыдущем видео. Которого мы заметили. Видите, она такой саболина серебристый цвет. Это она немножко об стену, конечно, покрасилась. Белую. Но, тем не менее, заметно, что она не черная. Она чуть-чуть светлеет. И я думаю, что она будет как на лапках. Видите, такое светленькое серебро. Такое не черное. Вот такого она плана будет. Посветлее немножко. Поэтому, может, кому-то это понравится. Так что она ждет своего человека. Да, Мари? Да. Немножко. Вот, такие у меня новости. Всем спасибо за просмотр. Хорошего настроения. Всем пока.